Всем привет! Сегодня проведем тест по выявлению качества парфюма. Вы видите здесь много разного парфюма, образцы. Я взяла типа Динтерс, это какие-то сетевые марки, это лицензионка, которую носит под видом дьюти-фри. На самом деле это простая подделка. И я нашла вчера интересную информацию, что качество духов можно определить, потрясти флакон и посмотреть, сколько пузырьков образуется, как долго держится пенка от этих пузырьков. Пузырьки должны образовываться мелкие и идти, как в шампанском, снизу вверх, и наверху должна держаться пенка. То есть если вот такое получается у вас во флакончике, значит это хорошие духи, там есть действительно масла, это не какая-то туалетная водичка разбавленная, то есть это показывает концентрацию именно масел. А платим мы именно за это. Потому что можно купить воду, где спирт и какие-то фталаты налиты, можно купить действительно духи. Меня, конечно, интересует больше сейчас проверить качество продукции Армель, потому что компания заявляет, что продает качественные духи, именно духи 20% содержания масел. Стоят они очень по доступной цене, то есть 50 мл таких духов концентрированных мы можем купить всего за 1500. Это эквивалент брендам, это не подделка, это самостоятельные духи, которые нотами на 100% схожи с любимыми нами духами, которые мы в Duty Free или в других магазинах приобретаем за большие деньги. Итак, первый флакон я потрясу именно этот и посмотрим. Вот, ну не знаю, как поставить. Видно, да? Пузырьки есть, мелко-мелко бегут. Вот, и вот пеночка остается. Ну, значит, вроде как есть. Чем сравнить, пока не знаю. Вот Dinters возьмем, тоже как бы качество проверенное временем. Да, пузырьки тоже есть. Пеночка остается. Я не знаю, что это, тут не написано. Духи или туалетная вода? Не могу сказать, к сожалению. Ну, в общем-то, по качеству одинаковые, да? Это какая-то продукция, может, Эйвен, может, Арифлейм, не знаю, ребят. Просто нашла в доме. Трясем. И ни пузырьков, ни пенки. То есть, ну, в лучшем случае, какая-нибудь 8% туалетная вода, в лучшем случае спирт. Талаты для отдушки. Это тоже, по-моему, Эйвен. Не знаю, что это, что написано. Ну, тоже туалетная вода, допустим. Да, пузырьков мало. И ничего не держится. Это Эйвен вообще, какая-то дешевая серия выходила. Потрясем. В общем, видим эффект. Змея, как водку проверяют, да, на качество. То есть, тут такая есть, а пузырьков нет. Но предположу, что спирт тут точно есть. Это то, что покупалось под видом, как бы, дьютифри конфиската, да, которого не существует в природе. Ну, здесь сложно трясти, да. Уже мало. То есть, ни пузырьков, ничего. Это вот в магазинах продается от 900 до 2500. То есть, половины тысячи людей это покупают. Вот Dolce & Gabbana флакон открытый. Позиционируется как парфюм. То есть, парфюмированное, где должно быть содержание до 15, да. То есть, пузырьков должно быть много. Это не туалетная вода, это уже парфюмированная. И видим, что, в принципе, ничем от туалетной воды, которая пузырьков не дает, это не отличается. Та же вода без масла. То есть, это также вы можете приобрести, пожалуйста, за 2500. Неизвестного качества, неизвестно, что налито. Ну, вот если вам тест этот, как бы, наглядно показал, чем отличаются, да, флакончики, то можете написать. Я расскажу вам, как покупать хорошее качество, причем еще и получить скидку 40%. Всего хорошего, пока!